МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"1.05 в Кирове", в студии Николай Голиков. И Светлана Занякова. И это программа «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Смотри, что пьешь. Шведские аграрии, производители молока, оборудования для молочной продукции и маркетологи озаботились о том, озаботились тем, сколько мы потребляем молока, и особенно они озаботились тем, как потребляют молоко и молочные продукты наши дети, и наши подростки, и наши молодежь. С этой целью они собрались такой профессиональной командой для того, чтобы разработать ряд мероприятий, такую идею, проект по продвижению идей потребления молочных продуктов не только в Кировской области, но и вообще по всей стране. Надо сказать, что в стране-то есть уже подобные проекты, а в Кировской области впервые, вот когда идет такая низовая инициатива, не власти сверху насаживают какую-то норму потребления молока, а сами производители думают о том, как можно популяризировать потребление молочных продуктов. Мы пригласили в студию участников этого проекта. Сейчас с нами Любовь Михайловна Гусева, директор компании «Литон». Любовь Михайловна, добрый день. Добрый день. Добрый день. И мы ожидаем сейчас минуту на минуту появления в студии Натальи Яговкиной, представителя сельского дома. С Натальей Юрьевной у нас было недавно интервью, очень интересное. Сельский дом производит... Они чем занимаются? От момента проектирования ферм до поставки оборудования, разработки меню для коров и дальнейшего сопровождения, под ключ, что называется, с дальнейшим сопровождением, строят фермы. Кроме того, в этом проекте есть, конечно же, и другие люди. Там есть производители молока, там есть продавцы. Я надеюсь, может быть, нет, но сейчас мы узнаем. Потому что, собственно говоря, сейчас идет момент оттачивания программы, объединения, изучения идей, и уже кое-какие идеи реализуются. В частности, буквально на прошлой неделе, насколько я помню, в Герцинской библиотеке была лекция про молоко. Да. Да? Да, это так. Была лекция про молоко, и молоко в художественной литературе, в том числе и в сказках. Но, к сожалению, заинтересованных было очень мало. Это начало. Но это только начало. Это только начало. Это начало пути. Значит, почему такой вопрос вообще, такая идея организации большого проекта возникла в ваших головах? Я знаю, Любовь Михайловна, что вы у истоков этой идеи стояли. Ну, я бы не назвала это ни проектом, ни акцией. Когда-то я для своей команды искала аллегорию, с чем бы сравнить, как бы я хотела организовать работу в своей команде. И у меня попался такой факт природный, что крупные птицы, когда перелетают на дальние расстояния, всегда выстраиваются клином. И делают они это не из любви к эстетике, а делают они это для того, чтобы как можно больше преодолеть расстояние за короткий промежуток времени. И теперь я этим моментом пользуюсь. Во-первых, они выстраиваются клином так, что во главе идут очень сильные птицы, в конце очень слабые. И то курлыкание, которое мы слышим снизу, это как раз курлычут задние птицы, которые поддерживают так лидеров. Ну и как бы просто сообщают, что они не отстали, что не надо тормозить подвижение. Да, именно это. Поэтому я сейчас на любых мероприятиях, которые в отрасли проходят, всех призываю научиться отрасли летать клином. И поэтому мне бы хотелось это сделать не акцией, а стилем жизни в отрасли. И наша задача, конечно, объединиться с целью пропаганды молока. Потому что я только что вернулась с Олимпиады в Санкт-Петербурге и красной нитью, как бы три направления. Это то, что к молоку и вообще в любой отрасли нужно делать то, что тебе нравится. Второе – это креативность. И третье – это информированность. Что касается отрасли, то мои наблюдения 18-летние в этой отрасли, что там случайных людей не бывает, а если они появляются, то они быстро оттуда уходят. С креативностью это уже нужно работать непосредственно тем, кто производит молоко, потому что сейчас крен – функциональные продукты. А вот пропаганда, потребление молока, я думаю, что это наша общая задача. И мне очень бы хотелось, чтобы к нам присоединились все игроки этого рынка. И чтобы мы научились летать клином. Тем временем к нам присоединился еще один игрок этого рынка. Мы как раз анонсировали, что у нас в гостях будет Наталья Яговкина. Наталья Юрьевна, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Юрьевна уже в этом строю. Все правильно? Да. Наталья Юрьевна уже в этом строю. Стараемся не отставать от жизни. То есть вы в этом клине, уже как объяснила нам. Вот это на самом деле очень важная история. Итак, идея состоит в том, чтобы производители молока на всех его стадиях, от самой начальной до уже продаж объединялись, чтобы они поддерживали друг друга для того, чтобы придать мощное в общем движение пропаганде потребления молочных продуктов. надо сказать, что многие страны этим озаботились еще раньше, чем мы. И этот опыт международный изучается, я знаю, вами. И примеры, которые мы можем привести, мне кажется, очень яркие. Я со своей стороны могу привести следующий пример. Это буквально пример прошлой недели, когда мы с компанией Хольцхаусу, представителями правительства Киевской области, побывали в финской школе в городе Пудос-Ярве. Это такой северный городок, 10 тысяч человек населения. И обедали мы в школьной столовой. В школьной столовой я искала кофе. Потом я подумала, что, наверное, кофе нет, это же школа. Ну, нашла потом. Но очень долго смотрела на такой аппарат, странно, никак не могла понять, что за напиток там разливают из этого аппарата. А потом я увидела мэра города, который наливает стакан молока, за ним идет директор школы, который наливает стакан молока. И я у них спросила, господа, почему вы пьете молоко? У вас есть какая-то госпрограмма, вот у вас стоят такие красивые аппараты в школах, в школьных столовых. Они говорят, нет. Знаете, в Финляндии все пьют молоко. А потом через несколько минут подумав, сказали, а вот была же программа, у нас была государственная программа, 4 стакана молока в норме в день на одного школьника. Просто мы про это уже забыли, и все сейчас пьют молоко. Вот они наливают стакан молока и стакан воды. И это традиционное такое меню практически у каждого школьника и сотрудника школы в Финляндии. Все это было сделано потому, что, естественно, все думали о том, как решить демографическую проблему, которая существует во всех развитых странах, и как снизить заболеваемость по разному роду, по большому спектру заболеваний. Сейчас это внедрилось, и сейчас вот в школах в Финляндии стоят такие аппараты молока. Вы, со своей стороны, Любовь Михайловна, знаю, тоже можете привести примеры. Ну, я могу привести примеры других стран. В частности, мы сейчас уже за кадром тут поговорили по поводу Китая, что когда китайцев спросили, почему ваша непереносимость у вас не была, как бы... Ну, они никогда не пили молоко традиционно. Да, никогда не пили молоко традиционно. Почему вы вводите этот продукт? Они сказали, японцы подросли, и мы хотим подрасти. И по статистике... Ростом. Да, и ростом. Рост населения, да, конечно, именно рост населения. Потому что и традиционное представление, вот, скажем, о жителях Южной Азии, что это низкорослые, крепкие, но низкорослые. Им как бы это просто перестало нравиться, они решили, что наша нация должна вырасти. Да, именно через этот продукт как бы... И у них, вот мы как раз говорили, правда, разные данные привели, потому что я читал, что в среднем население Китая выросло, вот я читал на 10, но вот оказалось, что... Я тоже читала на 10, но меня вот на саммите поправили на 20. Ну, может, они еще успели за последние годы дорасти. То есть на 20 сантиметров в среднем увеличился рост огромной страны, полтора миллиарда человек. Это вот именно благодаря... Рост не количества населения, а физический рост каждого индивидуума. То есть мужчины стали выше, женщины стали выше, они и так все красивые, а тут стали еще и выше, и еще красивее. И, кстати, те же вот спортивные успехи Китая во многом с этим связаны. Еще я могу привести пример Южной Кореи. Где вы тоже были. Да, мы были на молочных заводах. Молоко там начали потреблять всего 50 лет назад, коровы были завезены самолетами, и мы посетили три молочных завода, и у них все направлено на пропаганду потребления молока у детей, все. Там есть лаборатории, то есть если ребенок приходит с экскурсией, то все показывается, все производство выстроено так, что можно с галереи посмотреть, как это производится. Там есть огромный желудок, куда можно зайти и посмотреть, как пробиотики себя чувствуют. Огромный желудок? Огромный желудок, в который мы заходили и смотрели, как там все до происходяло. Вы тоже побывали в желудке, да? Да, да, да. Я тоже побывала в желудке. Я поиграла в интерактивные игры, где там убираешь плохих бактерий и там вызволяешь из плена полезные бактерии. Вот что могло бы быть в Кванториумах у нас. Не говори-ка, не говори-ка. Я просто представляю себе, как это здорово, интересно, даже вот для взрослых людей. Согласна. И там определенные технологии поставки. Там есть тетушки-якулты, которые на тележках с охлаждением в определенной форме, в касочках, развозят утром напитки функционального значения. То есть больше, конечно, молоко используется как ингредиент и больше функциональных продуктов. До такого культуры потребления просто стакан молока. Ну, нет, конечно, у них очень много кофе выпускается, они очень много потребляют кофе, поэтому молоко как ингредиент. Ну, я помню цифру, что 300 тонн молока в день принимает завод, и функциональных продуктов вырабатывает порядка 900 тонн молока. Представляете? Сколько народу потребляет? А корейцы, они тоже в связи с чем вот такой пропагандой потребляют? Это то же самое, это то же самое, потому что они... Это у них культура, у них же одна культура, одна ментальность. Ну, это как сейчас говорят, все-таки не знаю, как это слово уместно. То есть это вот монголоидная раса, она не приспособлена к употреблению молока. Да, так получилось, просто исторически сложилось. Но они культиверуют. Ну, они сейчас вот внедряют, да, разные страны в разное время, японского всех опередили как раз, для того чтобы, ну, потому что этих веществ больше-то нигде нет. Что касается Кореи, например, где вы были, там вот эта большая такая серьезная история про пропаганду молока, она как возникла? Ею занялись производители, ей занялись государственные чиновники, били в барабаны медики, которые говорили, что там повышается заболеваемость какая-то. Как они вообще к этому пришли? Ну, я знаю только основателя, который начал эту работу. Ну, государственная программа у них есть. Мы встречались как раз с представителями молочного союза, который объединяет всех игроков рынка, так скажем. И их задача не только себя производить, но и экспорт. Это я, кстати, не очень давно видела на прилавках Амстердама, вот, якултов, корейских, потому что у них очень высокое качество. В Амстердаме. В Амстердаме. Где традиционно в Нидерландах они специализируются на производстве молочных жидков. Что касается Китая, просто насколько я читал, что там это была инициатива именно от руководства страны, причем им даже приходилось преодолевать сопротивление, потому что... Население. Население, они к этому не привыкли, они этого не могут, у них там, извините, расстройство желудка происходит на самом деле. Но так как все-таки Китай страна такая сверхууправляемая, им удалось вот это внедрить, и сейчас вот мы эти вот итоги уже видим. Сейчас уже этого сопротивления нет. Прервемся на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями. У нас в студии Наталья Яговкина и Любовь Гусева. Напоминаю, мы говорим о том проекте все-таки, который производители молока, молочной продукции, оборудование для молочной продукции, продажники и маркетологи, объединившись, думают реализовать в Кировской области. Я смотрю сейчас заголовки в интернете, и каждый год я вижу заголовки, что россияне стали меньше пить молока. Потребление молока падает, хотя в 2018 году говорили, что оно немножко подросло и стабилизировалось, но, тем не менее, все равно уровень потребления молока в Российской Федерации ниже даже, чем те нормы, которые устанавливает Минздрав, которые существовали уже давно. Нормы рационального питания. Нормы рационального питания. И, конечно, есть разные мнения по этому поводу, потому что кто-то говорит, что, может быть, мы должны отойти уже от этих продуктов, кто-то говорит, что возросло количество детей, в том числе, которые не переваривают лактозу, которые не могут потреблять традиционное молоко, вопросов возникает много. Но мы не зря в начале нашей программы привели примеры стран, которые осуществили и осуществляют очень мощный экономический и социальный рывок в своем развитии Китая и Южная Корея, и Япония изначально. Потому что эти страны, они внедрили на уровне госпрограмм обязательно потребление молока и озаботились тем, чтобы молодежь тоже его потребляла. Но давайте мы сейчас к нашему разговору подключим Наталью Юговкину, представителя сельского дома. Наталья Юрьевна, вы почему в этот проект вошли? Ну, скажем так, что молоко – это наша основная работа, род деятельности. И нам, конечно, интересно, как компании, чтобы эта тема развивалась и расширялась. Нам еще интересно то, чтобы молоко было здоровое, чтобы получалось молоко от коровы, полезное для людей и для детей. У нас есть технологии, которые позволяют получать это здоровое молоко от здоровой коровы. Поэтому мы и подключились к этому движению, так сказать, общим фронтом, к такому пониманию вопроса. Мы с вами приблизились к очень важному моменту. Мы говорим о качестве молочных продуктов, потому что молоко бывает разное. То, что мы сейчас видим на прилавках – это большой спектр продукции. От натурального молока до различных продуктов, которые и молоком-то сейчас назвать трудно, но, тем не менее, слово «молоко» в названии, наименовании этих продуктов растет. Мы, как родители, с Николаем тоже до эфира уже это обсуждали, понимаем прекрасно, что за последние десятилетия наши дети приучены красивой, яркой упаковкой и рекламой к потреблению различных коктейлей, в которых много чего намешано. И полезность, например, этих коктейлей тоже вызывает вопросы. По вашему мнению, как вы считаете, все-таки состав таких продуктов, он каким должен быть для того, чтобы действительно наше государство, наш народ и наши молодые люди получали пользу от него? Ну, я думаю, что этот вопрос, конечно, лучше обсуждать с производителем молока, но тренд такой, что больше функциональных продуктов и больше молоко как ингредиент. На примере той же Кореи половина производительности завода кофе с молоком и различные лакто-биопродукты. Так, а вот здесь борются за натуральное все и очень полезное и качественное. Наталья Юрьевна? Ну, вот смотрите, конечно, сейчас жизнь очень резко меняется и меняется, может быть, даже не в лучшую сторону. Природа дает человеку все самое лучшее и все самое сильное. Посмотрите, при рождении теленка корова вырабатывает те питательные вещества, которые необходимы биологическому развитию, нормальному биологическому развитию. Издавна молоко употреблялось в пищу, и кроме пользы от этого продукта ничего не было. Поэтому я, конечно, стою на том, чтобы молоко люди употребляли цельное, молоко здоровое, молоко без добавок и ингредиентов. К сожалению, сейчас очень сложно купить в магазинах. Ну, вот Бог дал так, что Кировская область, мы богаты здоровыми, хорошими продуктами. А вот у меня дочь с семьей живет в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге. Там очень сложно, придя в огромные супермаркеты, разобраться, какое же молоко все-таки взять. И, как правило, молоко, которое не цельное, которое не натуральное молоко, оно имеет яркую красивую упаковку привлекательную, к нему тянется рука. И стоит на выгодных местах. Да, стоит на выгодных местах, к нему тянется рука. И люди берут, они не задумываясь берут, потому что ингредиенты мелким-мелким штрихом внизу написано, которые разглядишь, может быть, дома, в спокойной обстановке, но не как в магазине. И вот когда я приезжаю, говорю, Ирина, дочке, что мне покупать, когда я иду в магазин? Мама на самых нижних, в этих пластике, бери молоко, оно хорошее. В общем, конечно, такая задача сложная перед нами, перед потребителями молока. Но все-таки я призываю всех людей употреблять здоровые продукты. Не нужна нам химия, которой мы много дышим, мы ее получаем из овощей, фруктов. Призываю, пейте хорошее, доброе молоко. Ну, все-таки мы видим по отчетам за 2018 год от производителей молока, от Союза производителей молочной продукции, Союз молоко, что за первые 4 месяца производство аромолока в хозяйствах всех категорий выросло в прошлом году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Но оно очень незначительно выросло и колебалось. 2018 год вообще был очень кризисный для производителей молочной продукции. Это было связано и с ценовой политикой, и с финансовым состоянием населения. Эти выкладки можно легко найти, потому что люди на всем начали экономить. И в том числе эта экономия сказалась на закупе самых основных продуктов, которые мы всегда имеем в нашей корзине, в том числе и молока. Последствия вот этих тяжелых лет, нескольких лет, даже можно уже считать, слушайте, на пальцах двух рук, потому что после кризисов 2008-2013 года мы все еще находимся в этой ситуации, а нам нынче снова прогнозируют, что дохода населения расти не будет, это значит, будет сокращаться платежеспособность населения. В этой ситуации качество продуктов и основной набор должен быть, мне кажется, под пристальным вниманием государства, безусловно. И то, что производители молочной продукции озаботились пропагандой потребления молока, здесь не надо скрывать. И есть, конечно, какая-то, безусловно, большая часть своего собственного коммерческого интереса, ясное дело. Нормально. Ясное дело. Если его не будет, то отрасль будет сама по себе сокращаться. Соответственно, будет сокращаться производство. Мы будем терять стадо, будем терять продукцию, и сколько лет до того, чтобы восстановить это все понадобится, просчитать будет очень сложно. То есть все взаимосвязано здесь совершенно в этой структуре. Как относится... Я сейчас попрошу нашего продюсера Анну Лапшину связаться с директорами школ, которых мы хотели просить на предмет того, как они относятся, собственно говоря, к меню, которое в школах сейчас у нас есть. Есть ли там в составе этого меню молочные продукты? Вот сейчас попрошу связаться, потому что вот уже приводили примеры той же Финляндии, где молоко просто разливается из аппаратов и обязательно употребление практически каждого человека, который живет в этой стране. Я помню из своего детства, конечно, что у нас всегда был полдник, неважно, в какой ты смене учишься, и у тебя был обязательный в меню стакан ацидофилина, снежка или кефира или молока с булочкой, которую ты потреблял. Ну, так как я, Свет, все-таки значительно тебе еще и постарше, помню гораздо более ранние годы, и родился я в семье двух сыроделов, так сказать. У меня папа был директором маслосырозавода, мама в Кирове была преподавательным техникумом нашего молочного. Я просто помню, что молоко тогда было везде в школах, да, то есть оно было и утром, оно было в обед, оно было в виде творога, в виде там сыра, в виде всего. То есть это считалось совершенно нормальным, потому что это пропагандировалось. Со школьных лет люди привыкали. Кстати, тогда не говорили пить молоко, говорили есть молоко, да. Нас даже учили, что молоко не пьют, а едят. Поел ли ты молока сегодня, говорили мы, нас так учили в школе. Потом это куда-то стало пропадать. У нас на связи Игорь Олин, директор средней школы в Вахрушах. Игорь Витальевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Игорь Витальевич, мы здесь с коллегами-производителями оборудования для молочной продукции, упаковки. Наталья Юрьевна Яговкина и Любовь Михайловна Гусева, Николай Голиков и Светлана Занько. Нас интересует вот какой момент. Мы знаем, что сейчас очень активно поднимается в России вопрос по пересмотру меню школьного питания. Две недели назад состоялся круглый стол. Круглый стол организован был по инициативе правительства Кировской области, губернатор Кировской области его возглавлял. Изучали опыт ведущих регионов, которые меняют сейчас меню, потому что совершенно очевидно, что не финансовая составляющая должна меню формировать, а именно полезность тех продуктов, которые дети потребляют. Поэтому сначала мы хотим изучить меню, которое сейчас существует в школе, и именно с точки зрения того, присутствует ли там молочный продукт или нет. Так вот, есть ли сейчас в школьном меню какая-то обязательная строка наличия молочных продуктов ежедневно? Ну, мы ежедневно готовим каши на молоке. У нас был опыт, покупали миксер и готовили молочные коктейли с морожеными. Они поначалу пользовались большим спросом у детей, но он маломощный действительно оказался и не очень удобный, потому что трудно предсказать, сколько детей в этот день придет и воспользуются этим товаром. И он оказался дороговат все-таки. То есть там этот коктейль стоил около 25 рублей. У нас все-таки пока еще население, скажем, у нас в поселках не очень богатое, и экономят на еде. То есть у нас, например, льготники, 55 у нас таких детей, которые питаются на сумму, которую выделяет областное правительство в качестве субсидии, это 23 рубля в день. Вот они питаются на 23 рубля в день, это 55 человек. Да, это сумма, да. И вот и все, да? Вот и все, собственно говоря. Ну, сырники, наверное, иногда бывают. Бывают? Да, готовим сырники, творожники, они тоже каждый день у нас бывают. Это бывает. А есть ли такая вот практика, как когда-то в нашем детстве была, Игорь Витальевич, когда там наполнник дает стакан молочного продукта и булочка? Ну, раньше была такая программа, сейчас нет. Сейчас вот мы планируем в лагере давать йогурты, то есть это мы можем себе позволить, потому что там суммы все-таки большие уже, достаточно большие выделяются. У нас хорошая молочная продукция, ведь на самом деле замечательная, вкусная. И дети бы ее, наверное, с удовольствием ели. Но в обычном меню, вот таком повседневном, мы стараемся уложиться в сумму 70 рублей в день в обед школьный. А в лагере там побольше, там 90 рублей, там эта возможность появится. А в обычном меню в течение года учебного нет. Ваши собственные мысли, Игорь Витальевич, насчет школьного меню, вот именно в отношении молочных продуктов. Как вы думаете, стоит ли его пересматривать, и стоит ли вводить, не знаю, государственную или программу, или какое-то государственное частное партнерство, или какая-то возможная инициатива со стороны молочников? Потому что вот я вам тоже вчера рассказывала, когда вы приходили в программу «Особое мнение», позавчера, вот о финском опыте, и здесь сегодня в эфире тоже озвучила, что там стоят аппараты в финских школах по разливу молока. И молоко, кстати говоря, разливается только местного производства в каждой локации, в каждом муниципалитете. Вот, например, мы там обсуждали с представителями правительства, что если бы молочники сами такой аппарат сконструировали, его лицензировали и поставили на каких-то условиях в школу, то вполне возможно дети пользовались бы им. Ваши идеи? Ну, если бы такой аппарат был их, я думаю, что он бы со временем завоевал популярность. Вот как в Финляндии мы с вами обсудили, я думаю, что это вообще классная идея. Но пока у нас, к сожалению, возможности такие есть. К нам почему-то не обращаются даже те, кто, ну, обычные вот такие кофни, машины там стоят, ну, еще что-то. У нас почему-то в школу никто не приходил, не ставил еще такие. А стоят ли у вас аппараты со снэками? Нет, у нас таких аппаратов нет. У вас таких аппаратов нет. Спасибо, Игорь Олин, директор средней школы Вахруших. Мы прервемся сейчас на полторы минуты и обсудим то, что мы услышали. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Продолжаем разговор о инициативе, которую мы сейчас рассматриваем, да, по продвижению молочных продуктов, настоящих молочных продуктов, потребления молочных продуктов, в том числе в среде молодежной и школьной. Вот как раз буквально перед перерывом у нас на связи был директор Вахрушевской средней школы Игорь Олин. И мы вот с горьким вздохом услышали, значит, ту ситуацию, которая происходит в школьных столовых. То есть мы говорим о том, что нужно вводить в школьные столовые продукты как можно больше натуральных молочных продуктов, и как бы слышим от директора школы, что, извините, мы бы и рады. Но суммы ограничивают нас так, что приходится выбирать. Да, совершенно верно. Мы сейчас будем ждать подключения по телефону Николая Целищева, директора одного из наших передовых лицеев, школу номер 28. То есть те же самые вопросы зададим. Но посмотрите, что отметил Игорь Витальевич. Он сказал, что даже собственными силами пытались купить миксер для того, чтобы делать коктейль для детей. Нет, они даже купили этот миксер. И слушай, стоимость коктейля молочного в 25 рублей, в то время, как он стоит от 60 до 120 в разных кафешках. Ну, то есть это очень доступная, на самом деле, и приемлемая стоимость. Но не смогли с этим даже справиться, потому что стоимость льготного меню 23 рубля всего. А нельготного – это максимум 70 рублей в день. То есть это тоже, вот я пока с трудом себе представляю, этот набор, полноценный набор питания, чтобы человек мог поесть. Можно съесть. Но надо сказать, что вопрос о том, чтобы пересматривать школьное меню, сейчас стоит на государственном уровне. И в том числе я уже ссылалась на то, что проходил две недели назад круглый стол. После того, как мы поговорим с Николаем Целищевым, мы с вами и этот вопрос обсудим, и, может, перенесем еще на следующий час. Николай Целищев на связи. Добрый день. Добрый день. Мы вот как раз сейчас говорим о школьных меню, о том, в каком они сейчас в виде у нас находятся. Вот мы говорили сейчас с директором в Афрической школе, а что у нас в лицее в 28-м, в Кирове, в городе? То есть ли у вас молочные продукты на столе, Николай Евгеньевич? Мы с этого начнем, да. Вы знаете, ну, мы пробуем, как бы, так как, вы знаете, лицей 28 – это единственное муниципальное учреждение, которое обеспечивает питание самостоятельное, мы сами разрабатываем меню, естественно, на основе примерного меню 20-дневного. Вот. Но для, значит, детей наших мы пытаемся включить в меню и молочные продукты, пробовали различные йогурты. Вот. Ну, ребята, кстати, с удовольствием их едят. Ребята с удовольствием их едят. То есть есть запрос на молочку. А скажите, йогурты вы какие закупаете, местные, неместные, или без разницы? Вот. Ну, стараемся местные, конечно, закупать. То есть не вот эти, ну, которые с малым сроком, скажем так, хранения, чтобы они были более полезными. То есть не вот эти, ну, различных фирм, да, которые там помогут годами храниться. Это правда. Стараемся более, более, как бы, качественные. Николай Евгеньевич, вы были на круглом столе, который правительство Кировской области организовало две недели назад по пересмотру школьного меню. Вы там были. Мы успели заслушать опыт Ульяновской области. Мы успели некоторые только вопросы задать. И стало понятно, что у нас большая проблема со школьным питанием. И, безусловно, оно требует изменений. Вот какие существенные идеи, о которой там прозвучали, вопросы или проблемы, вы для себя вынесли с этого круглого стола? Вы знаете, ну, я понял, что наша власть все-таки заинтересовалась вопросами школьного питания, что они поняли, что это, на самом деле, очень важный процесс. Ведь это и так понятно, как бы, знаете, есть такая русская пословица «голодное брюхо к учению глухо». Вот, поэтому это вот заинтересованность власти, это первое, что я понял. Ну, а дальше вот я, когда, значит, начали говорить по поводу того, какая там форма организации, должен ли это быть комбинат, что у нас, кстати, ведь 25%, насколько я понял, 25% организации, они занимаются, значит, основной организацией питания. Но в основном это, конечно, в основном это все, значит, организации, значит, в области, вот. А здесь, в данном случае, как бы, вот мы начали говорить о том, что это мы в городе Кирове, мы делаем вот как, ну, мы лицей информационной технологии. Вот, но я был убежден, что в данном случае не организация, скажем так, питания, вопрос не в этом, а именно в кадрах прежде всего главная проблема. Вот, то есть, ну, кадры решают все, и вот, в принципе, это эту мысль я хотел вот тоже подчеркнуть и в своем выступлении на круглом столе, я об этом говорил. То есть, если есть кадры, то организация питания всегда будет самым на высоте. А как вас, насколько вас впечатлил опыт Ильяновской области? Потому что для меня вот эта цепочка, что зашли с другой стороны, не отталкивались от суммы, которая выделяется ежедневно на питание школьника, а сначала оттолкнулись от меню, поработали со специалистами, изучили не только там, сколько калорий ребенок потребит, а сколько полезных веществ туда заложено, как они сбалансированы, насколько натуральные эти продукты, как они усваиваются, а после составили меню в Ильяновской области. После этого они проверили всех производителей, я сейчас для наших гостей тоже рассказываю, Николай Евгеньевич это слышал, они проверили всех производителей, которые в Ильяновскую область поставляют продукты питания и местных, и не местных. Отсеяли всю шелуху, как они сказали. А дальше уже тех, кто добросовестный по качеству, именно по качеству отсеивали. Дальше уже им показывали меню и говорили, кто, по какой цене могут поставить продукты для этого меню. им заявили цены, и дальше уже правительство думало, а как можно разницу компенсировать. То есть все перевернули наоборот. Не от денег шли, да, и там шурашки спадливые, или что еще можно туда запихнуть в это меню, а шли именно от здорового состава меню. Вы знаете, я к этому очень хорошо отношусь, потому что дело в том, что мы-то это делаем, ну, в масштабах одного образовательного учреждения примерно то же самое. Дело в том, что так как поставщиков отбираем мы самостоятельно, то есть мы именно так и делали всегда, и сейчас делаем. То есть мы исходим из того, что на самом деле выбираем в том числе и то, что едят ребята, что им больше предпочтительнее, как бы, да, вот. Затем рассчитываем уже по калориям и углеводам там, ну, по содержанию как бы меню. А потом, скажем так, ищем производителей. И здесь на первом месте у нас, еще раз повторяю, качество продукции, а не даже порой и цена нас не столько волнует. Так как на ценку мы делаем минимальную, вот, то во всяком случае приоритет у нас всегда, скажем так, не цена, не прибыль, которую мы там можем получить, а именно сбалансированное и качественное питание. Спасибо большое. Николай Целищев, директор информационного лицея 28-й школы города Кирова. Ну, вот такие две разные ситуации в школах. Они разные. Действительно, у 28-й школы, у лицея ситуация другая. Кировская экономика, правовое лицея тоже действует по этой схеме, еще несколько школ. Но у остальных школ история другая. Там все-таки есть централизованное питание, централизованная там поставка этой продукции, но... Поставка именно по нашему закону, по госзакупках, которая... Самая дешевая цена. Единственный, да, критерий, это цена, все остальное там просто не оценивается. Не оценивается. Мне кажется, это вот самый такой болезненный момент вот в этой истории. И поэтому такое огромное количество... Люди танцуют от цены, которая устанавливается, они пытаются в эту цену все вложить, поэтому берут всегда самого дешевого производителя. Ну, да. Это самое большое препятствие, этот закон, когда по минимальной цене, поэтому продукты в Кировскую область, в частности, и в другие регионы поступают непонятно откуда, с предприятий, которые невозможно проверить. А потом еще и найти их невозможно, как выясняются иногда. Да, я хочу сказать, что заинтересованность нашего Министерства сельского хозяйства есть в этом диалоге, а не с нами. Поэтому будем надеяться на то, что хотя бы сформулировать какие-то задачи. И очень, конечно, отрадно слышать опыт 28-го лицея. Если он есть в отдельно взятом лицее, значит, это можно тиражировать и как-то поддержать. Да, совершенно верно. Ваше мнение, Наталья Юрьевна? Я считаю, что ситуация распорядилась сегодня, что мы смотрим действительно на деньги, на стоимость. Но люди не задумываются, как это обернется в здоровье, какие деньги они унесут в аптеку и что они в дальнейшем получат из детей, которых кормят, скажем, синтетическими продуктами. То есть об этом надо задумываться. Я очень давно, наверное, в начале 90-х годов попала в Стамбул. И мне было очень интересно, я в свое время, в советское время была партийным руководителем, мне было очень интересно, как живет страна и общалась с людьми. Русский язык там более-менее народ знал. И разговаривалась я с мужчиной, который сидел на улице, он достаточно небогатый человек, видно было по одежде, по всему, мне было интересно, как они живут, он все это рассказывает. Я говорю, а что вы кушаете? Вот я смотрю, мы тут приехали к вам с подарками, там с консервами, с икрой, с красной. У вас никто ничего не ест, они принимают наши подарки. Он говорит, что вы, мы не так много зарабатываем, чтобы ходить к врачу. Мы кушаем самые хорошие продукты, мы кушаем самое свежее. Вы видите, у нас нет в магазинах ни заморозки, ни консервов, ничего. Мы питаемся натуральными продуктами. И вот вы знаете, прошло уже больше 20 лет, я очень хорошо помню этого человека, и когда моя рука тянется к чему-то такому, я всегда его вспоминаю и для себя делаю выводы. Врач стоит дорого, медицина тоже. Да, у нас сейчас будет перерыв на новости, тематические программы и рекламу. Надо сказать еще вот что. Мы все время говорим о решении демографической проблемы, о решении проблемы заболеваемости высокой, которая у нас существует сейчас в стране. И когда мы говорим о том, что рожать нужно больше, но при этом не решаем вопросы питания, детского питания, то вопрос, извините, какого качества населения получает страна в итоге. Продолжим разговор через 20 минут. Продолжение следует...